на меня есть запрет на показ на гостелевидении я уверена что мы неопределившись абсолютно никто вам сейчас не скажет вообще куда нам нужно идти как моноболий одна из ваших любимых тем я уверен самое это была ловушка он и сработал прыжок который сделала общество в советское время благодаря тому что подвели воду газ свет школы больницы дороги никто больше повторить не смог у нас очень много денег никак не отражено в государственном бюджете в этом большая проблема один завод снижает уровень жизни огромного количества людей в этой стране не все так плохо что нужно для того чтобы они могли раскрыться это просто государство перестать влезать и диктовать все в июне девятнадцатого года вы решили баллотироваться в депутаты вступив в партию узле деп решение вы аргументировали тем что желание прогрессивных людей вступить парламент лучший индикатор реформ стране сентябре вы отозвали свою кандидатуру уже можете рассказать что произошло да конечно уже могу время же прошло мне сказали что в списке добавить не смогут потому что в списке выдвигаемых кандидатов депутаты чтобы было понятно потому что сослались на некий документ ограничения где якобы сказано что пять лет депутат должен жить непрерывно стране до того как палатироваться я не увидела в глаза никакого четко по этому поводу обоснование вот но я поняла что прогрессивных кандидатов депутаты пока допускать не хотят и очень расстроилась но нет худа без добра вот я очень рада что этот год я потратила с умом я была в декрете родила ребенка у женщин так всегда бывает понимаете в случае чего выражаете нет в случае чего переключать внимание что более важное интересное у вас не было потом никаких сожалений по этому поводу сожалению о том что меня не выдвинули в кандидатов депутаты но сожалению конечно есть это же говорит о том что очень мало людей будет в парламенте которые реально что-то хотят сделать так получилось принципе кого из депутатов кроме кушербаева могли бы отметить и чем он отличается да не органиф мне очень нравится я тоже недавно прочитала его твиттер по моему о том что он запрещен на телевидении подумала волка за за клап там не только севара назархан которая еще пола и у сусманова была под запретом обитосомова я вот теперь еще и да не органиф замечательная компания забирается на фейсбуке есть такая теория фейсбук известный кладезь мудрости что на депутаты и чиновники работают по спущенному сверху плану вчера была проблема лгбт позавчера фиксация нарушений сегодня порнография в узбекской рекламе я ни разу не видел порнография без рекламы к слову все что угодно лишь бы занять людей от обсуждения реальных проблем как вы думаете насколько это может быть правдой легкая теория заговора на нашем канале мне кажется депутаты поднимают темы которые очень мало имеет общего с реальным проблем если смотреть ваши выступления читать публикации ваши посты какие-то интервью то создается ощущение что вы обладаете экспертным мнением практически во всех вопросах связанным с нашей жизнью если какая-то тема одна которая вам наиболее близка может быть нет во всем что я говорю почти всегда один тот же на самом деле корень институциональной реформы то есть это вот на английском это как institutions в россии человеком который занимается этим же но совершенно других масштабах я его очень уважаю это аузан декан в мгу например один из самых известных русскоязычных институциональщиков много стал говорить в последнее время об этом гуриев экономист то есть в узбекистане юрий батырович и супов пишет об этом и я то есть я не вижу к сожалению большой когорта людей но во многих странах это вот это целое направление да то есть как должны выглядеть институты власти чтобы в обществе была наиболее как бы эффективная система госуправления и когда мы говорим про вопрос онкологии финансирование здравоохранения это институциональная реформа когда мы говорим про разделение хаву юляра и аэропортов это институциональная реформа то есть у них у всех есть общий знаменатель поговорим про наше общество я пока готовился к интервью провел наверное на вашей страничке но несколько часов точно как много в общем-то это много на самом деле читать и изучать все о чем вы пишете в комментариях у вас конечно творится иногда полный ад я могу сказать вам не кажется что люди в узбекистане живут только проблемами у нас сейчас с каждым месяцем людям все хуже и хуже и хуже как котел как бы варится куда ни ткни любую новость найдется 10 людей минимум которые будут говорить что все плохо все ужасно почему так и найдутся там же те которые скажут нет все прекрасно давайте думать о хорошем правило это какие-то неизвестные аккаунты то есть вы сами ответили на вопрос интересный момент почему неужели у людей нет в жизни ничего положительного или же социальные сети это просто отдушина мне кажется во первых общение оффлайн и онлайн он всегда разное в социальных людях в принципе более критично настроены и как бы определенная анонимность дает наверное больше поле для того чтобы высказываться более вызывающе да в чем-то другой стороны я считаю совершенно нормальным что узбекское спящее общество сейчас за последние годы и 10 принципе надо дать должное правительство которое не особо сильно этому сопротивляется начало как бы вот общество высказываться хотя по каким-то вопросам формировать какую-то некую свою позицию гражданскую я думаю это совершенно нормально то же самое вы увидите если вы будете искать посты популярны в российском сегменте казахстанском сегменте у меня очень много подписчиков и друзей из соседних республик и я вижу примерно температура по больнице везде одинаковая потому что мы проходим через общие проблемы и люди в степени начинают высказываться более открыто потихонечку появляется уже экспертность тоже потому что у людей я вижу если раньше это было уровне эмоций то есть все больше и больше люди начинают задумываться искать информацию перепроверять я считаю что это очень правильно и очень здорово что общество зреть растет то что негатив но это наверное потому что больше болит это какие новости скорее всего связаны с наличием газа с суицидом женщин в областях вот такие новости с любой новостью вы сами не устаете от негатива постоянно нет ли такого что вы включаете в конце вечера там смартфон вылезай компьютерный блин не ну поэтому искать какие-то положительные вещи тоже вот например я вам скажу положительную новость вот манижа певица которая сейчас от россии номинирована путем народного голосования номинирована выступать на евровидении я не скажу что мне понравилась ее песня но я из-за того что она как бы примелькалась пыталась найти ее творчество я сейчас ехала к вам передачу на съемки и слушала в машине у нее потрясающие романсы я для себя открыла абсолютно большого артиста которого для себя также открыли тысячи других там людей в россии что не было бы возможно если бы не было негатива связанного с ее номинации на конкурс евровидения то есть какого-то негатива возникает позитив на самом деле про нее люди узнали у нее расширился ее фан-клуб я стала в том числе поклонником ее творчества у нее потрясающий тембр голоса у него великолепные ролики которые она снимает она очень интересный автор она не просто исполняет она еще пишет то есть я считаю что из любого негатива можно найти позитив вот в преломлении к фейсбуку когда идет дискуссия рождаются конкретные решения то есть одно дело говорить все ужасно все очень плохо другое искать слушать товарищи плохо не есть хорошо тенденция вот такая но чтобы поменять нужно сделать раз два три четыре я стараюсь как мне кажется вот фокусироваться на раз два три четыре на самых решениях потому что если просто вот обсуждать что все плохо то это наверное дойти в группу уяд точка узла там обсуждать что все просто очень плохо и все большинство конечно но вот мы все-таки говорим не про такого уровня дискуссия все-таки какие-то то системные предложения мне кажется что какие-то из них все-таки услышат люди в том числе чиновники и я потом вижу когда какие-то принимаются решения это была рефлексия на те обсуждения которые были в соцсетях как вы думаете почему часть нашего общества так или иначе стремится в европу хотя мы никогда не были и не будем в европе ни ментально ни культурно откуда это пошло как а что они стремятся также и в корею и в россию у нас есть такая притча во языцах что вот как в европе или в европе ну то есть вообще откуда вы имеете ввиду стремятся в европе жить как к европе нет именно строить общество как европе ой но это нужно да наверное к грекам в древность нужно вообще понять тогда да азы демократии откуда взялись к я имею наше узбекское общество откуда это взялось что мы говорим мы либо мы как в европе хотим жить либо мы не европа как недавно окажется возможно потому что советский союз создавая свою систему социального обеспечения для граждан все-таки смотрел на европу сам кстати не только вопросах госуправления в отношении там да вот благ которые доступны население страны государства но и в отношении даже образование россия царская свое время взяла у прусси система образования меморизацию то есть в принципе я думаю что вот царская россия впитывал европе потом у нее впитывал советский союз подпитывался и уже оттуда в такая вот ностальгия пусть советская плавно перекочевала сейчас то есть фактически какая-то планка которая ставилась изначально она была все-таки близка к тому что было в европе когда-то кем-то подсмотрено вот так что исторический детерминизм раз так уж повелось мы так дальше идем при этом на самом деле то что мы делаем очень далеко от европы потому что в европе бы никогда бы не допустили монопольного положения понятие конкуренции там заложено на уровне днк всегда во всем будь то политические системы будь то предприятие бизнес голоса в обществе в европе все построено на идее дифферсификации того что плюрализм мнений а вот в азии как раз таки больше авторитаризма то есть с одной стороны ностальгируя по каким-то европейским негласным стандартам мы повторяем больше наверное все таки что что-то азиатское что тоже не есть плохо но мы не берем тогда у азии другого в азии возведено в культ образование в корее дети в 12 часов ночи возвращаются домой от репетиторов потому что у них 600 человек на одно место в чеболь борются за рабочие места на конкурсе 600 человек на одно место чтобы устроиться в чеболь чего ли то вот hyundai samsung и так далее вот это мы не берем у них мы не берем шикарную школьную систему мы не берем у них то что в корее 8 процентов людей получают высшее образование после школы мы берем другие моменты но у нас свой путь получается как у нас декларируется то есть мы и не азии мы не европа не юго-восточная где-то ближний восток наверно нужно туда ориентироваться как вы думаете я не сказала что мы даже ближний восток то есть вы так еще есть настолько все плохо у нас нет дело не в этом я уверена что мы неопределившиеся абсолютно никто вам сейчас не скажет вообще куда нам нужно идти как вот если бы сказали бы было бы проще вот сесть закатать рукава и сказать так ребят вот скандинавии вот так юго-восточной азии вот так на ближнем востоке вот так вот нам нужно сюда и мы возьмем у этих вот это у этих вот это у этих вот это вот этого нет даже вы считаете что у нас стратегически нет направления она не озвучивается должно быть озвучено а кстати может быть и будет озвучено к новым выборам то есть мы идем туда такой дорогой вот такие то будут сложности но потерпите столько-то лет на выходе мы хотим вот это вот это вот это вот какие-то домыслы же есть в социальных сетях аля турция дубай я не знаю что то еще не же разное все совсем в турции другая модель а бывает битью морями там до транзитная точка они все построили вокруг того что они вот на разломе европы и азии там совершенно другая модель открытая страна куда любой может приехать у них нету как у нас полезных ископаемых у них все завязано на интеграции в глобальную экономику при этом да они развивают местное предприятие местное производство но нету пошлин навоз и импортных таких больших понимать то есть все таки но не бьется дал меня с турции как-то вот сравнение пока хотя я считаю что это очень было бы достойным пример для подражания в турцию очень много хорошего который мы могли бы за ним прям вот не глядь глаза закрыть и повторить у нас сериалы нет я считаю что интеллектуальную элиту в девяностые годы создали турецкие лицеи никто повторить этого больше не может не наш национально не идет создание ли ты как вы думаете интеллектуальные нет попытки же есть сейчас у нас в принципе открылись эта сеть президентских школ я не знаю как они будут работать мы еще не имеем возможности оценить потому что не было выпускников но вот до сегодняшнего момента я еще не видела то есть интеллектуальная элита на самом деле в 90-е годы создавалась очень мощно турецкими лицами что очень важно то что они создавались в областях и они были социальным лифтом для детей из очень бедных семей одаренных детей из очень бедных семей без коррупционных составляющих абсолютно без коррупции и эти дети потом поступили целыми классами в университет где я училась мировой экономики дипломатии я училась на факультете мэл у нас в национальном потоке нас было разделение евро и нацию на факультете мэл в нацпотоке был целый класс из бухары который поступил там 20 с лишним человек они просто вместе учились бухарском лице и потом раз и поступили сюда все это настолько высокий уровень был выпускников этих школ абсолютно бесплатно обучение там еще кормили детей выдавали им форму занимались английским языком эти дети получали призовые места на олимпиадах то есть чтобы я сделала себя была министром образования я бы просто вот как реверс инжиниринг называть когда китайцы распарывают сумки до брендов а потом собирают и делают копии я бы попыталась вот расщепить на атомы всю эту систему чтобы понять какими учебниками пользовались какие были технологии педагогические каким образом дети смогли может быть секрет том что они жили вот там на казарменных условиях то есть они не приезжали домой они были там без отрыва по пять дней в неделю минимум то есть надо было понять разобраться в грызцы зубами а потом если уже мы решили закрывать но понятно что там была такая специфика связана с тем что они финансировались как оказалось позже фондом фитфилы гюлена который является большим противником текущего скажем до руководства турции поэтому у нас например закрыли турецкие лицеи не остались как каста не остались в казахстане не остались вы сейчас как раз таки там идет давление чтобы их тоже закрыть кстати мы закрыли настолько раньше чем это сделали другие мы потеряли 20 лет детей которых могли бы эти турецкие лицеи воспитать они работают до сих пор в соседних республиках и продолжают давать рынку занятости огромное количество прекраснейших специалистов готовить людей из глубинки стать частью этой интеллектуальной элиты я просто сожалею что мы это сделали вот так как мы это сделаем чего не хватает для этого самого как вы сказали реверс инженер почему мы не можем это сделать нет желания нет возможности нет способностей вроде бы вы говорите сейчас очевидные вещи но тем не менее мы как-то вот еще не близки к этому или может быть я упускаю что-то мне кажется здесь два момента наверное все таки первое был определенный страх потому что я была маленькой конечно это сама не застала но вот из того что я анализирую читаю слышу мне кажется что поворотный момент были студенческие волнения когда все-таки вот руководство решило что все мы делаем жесткие квоты 50 тысяч человек до вузы сделали все чтобы было очень тяжело получать высшее образование не испугались что умные люди задают очень много вопросов и в целом это вот отношение пошло сразу ко всей системе образования то что иначе не могу понять почему со временем настолько стало мало выделяться финансирование средств и внимание школьной реформе до высшему образованию и второй мне кажется может быть не было желания потому что я вспоминаю грузию когда я была в первый раз это был 2002 год и план конференции студенческой и мне рассказывали мои ровесники грузины тогда мне было 20 лет как они ходили 90-е годы в школу с керосиновой лампой пока фитиль горел уроки шли фитиль догорал они все упадели домой в школах не было света постоянно были перебои сейчас это вот просто какой-то дурной сон из прошлого грузии везде в школах тепло красиво свет компьютеры все детей есть онлайн планшета для того чтобы делать домашнюю работу у нас тогда все было прекрасно школах сегодня мы очень часто видим новостях о том информации что в школах нету нормальных условий даже дети идут пешком по 15 километров вот по 22 километра если мы говорим про я писал недавно как раз таки про то что в кашкадаре есть район в котором добывают газ кстати буквально вот за окном за дверью и дети идут в соседнюю школу после третьего класса то есть три класса есть в этом кишлаке а все остальные классы надо идти в другое место 11 километров каждый день в одну сторону 11 утром 11 после школы 22 километра пешком то есть камыши школы тоже до была страшная которая была похожа больше на хлев чем на школу если было бы желание может быть можно было объединить три министерства образования в одно как во всех странах везде одно министерство министерство просвещения например да суммы объединить ввести подушевое финансирование на каждого ребенка который бы сразу показал насколько мало сегодня выделяется денег на обучение одного ребенка в школе то есть сумма выделяется большая только в ташкенте выделяется на педагогов больше одного триллиона сумм но это не означает что то деньги доходят до ребенка то есть это зарплата который выделяется на педагогов кроме этого должны быть и другие то суммы которые финансируются выделяются на детей должна быть другая система финансирования образования если объединить три в один котел высшее образование специализированные народное образование дошкольное я уверена что при грамотном ну как бы внедрение ваучерного финансирования по душевого финансирования можно было бы при текущих суммах выделяемых из бюджета намного лучше обеспечить состояние школ намного лучше возможно мы к этому придем когда давайте смотреть но сейчас ситуация меняется в целом можете сказать или нет плане сейчас меняется по детским садам охват увеличивается это очень важно потому что когнитивные способности у ребенка закладываются уже начиная там с трехлетнего возраста то есть из ребенком не занимаешься до школы вероятно что придет школу уже подготовленным и дальше сможет нормально обучаться очень маленькая поэтому обязательно сейчас сделали вот охват дошкольным образованием это хорошо но нету преемственности между садами школами должна быть единая цепочка которая точно говорит вот начиная там с трех лет заканчивая 18 что ребенок когда проходит какие навыки он должен развивать что он осваивать что мы имеем на выходе как общество вот этого сегодня то есть нет единой системы преемственности системе образования потом можно посмотреть я бы взяла очень много примеров из других стран возьмем финляндию лучшая страна в системе школьного образования финляндии отсутствует сегодня система учебников их просто нету никакого государственного учебника ни по одному предмету в финляндии найдете но что они делают у них школы настолько автономны получают огромные зарплаты педагоги что в принципе школа может разрабатывать свои учебники конечно придерживаться какого-то общего может быть да вот общей канвы да что должно преподаваться но как это излагать какими дополнительными материалами какие вопросы ставить в классе какие домашние работы это все решается на уровне автономной школы с участием родителей каждая школа решает отдельно они имеют право да сами создавать свои то же самое как в сша в каждом штате свои учебники создают пишут как хотят потому что гораздо важнее определить какие навыки компетенции у ребенка должны быть концу учебного года для этого общество должно быть зрело мне кажется ну как вы себе можете представить что в каркал пакстане будет свой учебник по всем уважению самарканского я не говоря то что нужно делать свой учебник нет я говорю о другом учебник создается повесьте его онлайн и попросите специалистов экспертов родителей неравнодушных прокомментировать например учебник истории можно было бы сделать десятикратно интереснее если просто попросить людей вовлечься онлайн и попросить их дать свои предложения по структуре учебника какие главы отсутствуют какие герои необходимо дополнить большие фотографии интересные для глаза чтобы детям открывают этот учебник было интересно рассмотреть детально там лицо известных исторических героев элементарно да то есть сделать более в игровой форме геймификации то есть какие-то попытки сейчас есть но мне кажется что все равно все очень кондово как будто мы опаздываем лет на 50 до формате так и опаздываем лет на 50 прежде всего ментально сравнивать финляндию как мне кажется с узбекистаном или там какую-то европейскую другую страну даже тот же самый не знаю тоже сам турцию невероятно сложно вот смотрите один вам пример в западных школах отсутствует в начальной школе ручка все пишется карандашом почему чтобы можно было исправить абсолютно верно там нет такого упора на оценки на оценивание знаний у ребенка уходит страх что сделать ошибку он делает ошибку там мама начинает все это вырывать перепиши заново и так далее привет советское прошлое нет этого ничего нет то есть вроде бы маленькое решение предложить школам узбекистана рекомендовать начальной школе отказаться от ручки разве она революционная абсолютно революционная для нашего общества но вы представляете насколько бы детям было комфортнее учиться просто сказать с 1 сентября пожалуйста первые три класса без ручки мы сейчас можем только какие-то теории строить можно сделать какие-то тестовые вещи пробовать но я думаю что мы не умеем нашем обществе создавать что чего-то нестандартного это видно во всем понимаете здесь должен быть другой подход но надо же просто получается отвести какую-то территорию под пилот сказать в течение года мы экспериментируем вот в этой конкретной экспериментальной советское время были эксперименты в очень зарегулированной регламентированной системе были всегда экспериментальные школы почему сейчас мы не можем попробовать взять две школы одну ташкет и другие в бухари и проэкспериментировать не получается людей может быть нет не думали в гигантский кадровый голод достаточно просто не лезть например другой пример хотите вот как можно просто собрать деньги на школы сделать так чтобы через три месяца в каждой школе был шикарный класс по химии и биологии например на экспериментально чтобы они могли там своими руками найти олигарха который там учился нет нет упразднить районы звенья системы образования просто убрать все район о районные звенья дошкольного образования звенья системы школьного образования потому что других странах их нету их просто нету и давным давно убрали мы выделяем бешеные деньги на содержание на их машин на зарплаты не имея качественного образования в итоге факт я понимаю если бы выделяли деньги на методистов которые разрабатывают потрясающие там не за учебники нет мы выделяем деньги на администратора на лишнюю прослойку забирая деньги у школы которая является конечным бенефициаром получателем этих средств вместо этого я бы сказала так вот снова учебного года упраздняем все районы звенья все вопросы передает подчинение городу а половину функции отдаем напрямую в школы школа должна обладать полномочиями принимать решение на своем уровне как в москве внедрить должность заместителя директора школы по экономическим вопросам дать одного грамотного финансиста тире менеджера который будет заниматься вопросами вот финансовой как бы до дисциплины в этой школе приходите в москве в школу я ходила видела при входе висит список услуг которые оказываются платно и там список который оказывается бесплатно но никто не ходит и не собирает на занавески на цветочки и так далее на кружке деньги собираются официально в кассу давайте на это подумаем что школа страны государства до оплачивает что в школу необходимо чтобы давали сами родители и что будет на выходе что получает ребенок на выходе во всем этом мне кажется есть очень тонкий момент что вы сейчас приводите примеры общество которое не против решать какие-то вопросы само для себя нас сильно централизованных государств у нас сам президент решает где какой асфальт положить где какую стену покрасить при всем уважении и мне кажется большинству людей и так ок как говорится то есть никто не будет сидеть и за государство что-то придумывать возник такого в таком случае мы мы должны просто перестать думать каких-то реформах если так окей если мне нужно но они вот так вот и вводятся на самом деле то есть понимаете с этой позиции это как притча про моисея которую я уже третье интервью рассказываю всем что он водил 40 лет евреев пока не на последнее с рабским мышлением у нас нет прослойки людей которая может что-то придумать помимо того чтобы заработать денег понимаете мы прекрасные предприниматели прекрасные переговорщики но нести сами ответственность за свое общество мне кажется мы не умеем сейчас говоря евреи у евреев есть очень хорошая фраза давайте поменьше про евреев а то меня обвинят в том что я пособник масса в египте третий раз мы были рабами но больше никогда вот у каждого еврея есть свой египет да если мы не начнем на каком-то этапе брать ответственность за решение принимаемых вокруг на себя конечно не будет никаких изменений но мы не берем у нас есть блогеры которые говорят что это плохо у нас есть комендаторы которые говорят да что это плохо но никто практически ничего не делал чтобы это исправить неправда я бы с вами согласилась если бы это интервью имело место до пандемии и во время пандемии я увидела огромное количество людей которые брали на себя ответственность который изучив рукава бросались на решение очень серьезных проблем в обществе рисковали своим здоровьем это помощь это гражданская позиция нет 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 я спрашивала почему вы это решили делать потому что они говорили что раньше они жили ну как бы своими бытовыми вопросами но пандемия выбила из колеи и заставила их смотреть по другому на жизнь вокруг многие люди осознанно пришли к этой самой помощи и я понимаю что они просыпаются в положительном смысле они готовы быть не просто homo sapiens который потребляет одевает кушает они готовы быть членами общества созидательного общества так что не все так плохо что нужно для того чтобы они могли раскрыться это просто государство перестать влезать и диктовать все надо дать возможность для того чтобы люди хотя бы какие-то вопросы могли самостоятельно решать выдвигать предложение очень часто говорите как вот союзе как при советском союзе с достаточно негативным окрасом вы не сторонница советского союза почему с негативным ничего подобного в отношении советского союза у меня есть очень твердая такая четкая позиция очень конкретно я ее озвучиваю достаточно ну как бы без возможности интерпретации в советское время был проведен потрясающий эксперимент по созданию homo советicus для человека государство сделало то что не было сделано ни в одной стране в мире прыжок который сделала общество в советское время благодаря тому что подвели воду газ свет школы больницы дороги никто больше повторить не смог с точки зрения бытовых условий которые появились у людей после 50-х годов это было беспрецедентно и мы как в то время средняя азия сейчас называется центральная азия больше всех выиграли потому что количество вложений которое было сделано оно было очень большое откуда сейчас в обществе такие настроения что там поработители империалисты но нам здесь ничего не давали жить но что было до 50-х годов что было до смерти стали советский союз при всем при том что были сделаны огромные в отношении людей инвестиции это была страна в которую вырезали по мере возможностей всю интеллигенцию во всех республиках бывшего союза это гулаг это огромное количество лагерей может быть по-другому нельзя было пересылок ну как это ну как как это нельзя как можно было королева засунуть например в лагерь а потом только потому что вот его там смогли перевести в шарашкину контору да он стал делать ракеты а потом отправил в космос гагарина я просто пытаюсь переосмыслить потому что на таком уровне не бывает таких банальных вещей как а давай мы все там население перережем есть какая-то причина какая могла быть причина в том чтобы мейрхольда известного автора одного из самых таких инновационных театров в россии посадили в бочку с отходом переломали все пальцы а потом просто выбросили потому что ну как бы была зима и вот и он просто лежал трупом потом похоронили только в общей могиле весной какие причины могли быть для конкретно в в таких случаях проявления не обоснованной жестокости это конечно же ужасно на самом деле но в целом то наверняка у этих людей были какие-то причины делать это вам не кажется я просто пытаюсь понять какие причины могли быть посадить абдулла кадури за его роман минувшие какие причины талантливый писатель писал посадили его потом расстреляли мы говорим о частных случаях я имею ввиду вообще как государственная программа как на кого какие часы это же было такое тридцать восьмом году 500 с лишним деятелей культуры искусства узбекистана том числе писателей просто расстреляли за три дня в октябре уничтожали интеллигенцию это разве частный случай это же не частный случай это очень серьезная попытка воздействия на ход событий исторических путем расстрел а вы знаете что всех кого объявляли врагом народа кто шел по измене родине их жены и дети тоже выселялись на тебя что был как бы карлак кого-то в казахстан кого-то в сибирь детей детские дома меняли им фамилии имена что потом не могли найти свои корни это огромное количество трагедии до сих пор у нас не завершена реабилитация людей вот эти россии это было свое время очень активно 90-е годы мы до сих пор через это не прошли первое второе мне кажется что генетический урон который был нанесен он будет чувствоваться еще очень долго потому что это же были самые лучшие представители человечества самые умные самые активные самые рефлексирующие самые образованные это вот просто вот взять и обезглавить а потом сказать то что осталось мы с вами будем работать да потом создали советскую интеллигенцию свою лояльную грамма колени может быть еще говорит циничные вещи но создавали новых людей новые формации это это та же самая мне кажется притча про моисея если бы есть сами способы они адские а это ужасно это отвратительно это преступление против человечества но таким образом мне кажется создавалась просто новая новая прослойка людей которые потом и создали этот вот там 60 70-х годах советский союз который мы сейчас некоторые из нас боготворят а некоторые конечно хулят проблема в чем в советском союзе было мне кажется вернее даже не с ним с ним проблемы не было потому что восьмидесятые годы эти все вещи стали всплывать сам издать писали об этом тогда вот уже солженицын до пошел как бы то в народ даже до нас доходили хотя были запрещенные книги потихоньку стали как бы их разрешать читать люди стали иметь представление много лучше репрессиях солженицын конечно советской союзе с этим как бы пытались как-то вот договориться то есть стали придавать критике все вот эти перекосы может быть поэтому совет тоже распался потому что люди разочаровались очень быстро меня беспокоит то что сейчас нет никакой объективной оценки советского союза мне кажется что не нужно вставать в крайности впадать плохо или хорошо надо отмечать все положительные вещи которые имели место их было очень много но вместе с тем вы меня извините невозможно только фокусироваться на вопросе праздника победы во время праздника победы давайте вспоминать то сколько умерло людей только потому что неправильно давали команды потому что армия была плохо подготовлена потому что элементарно просто да может быть цвет нации вой военные интеллектуальные ли ты тоже были репрессированы в 30-е годы сколько генералов поубивали кто командовал во время второй мировой войны стран сельского союза очень многие генералов просто расстреляли свое время их не было то есть надо смотреть это все в увязке давать объективную оценку и плохому и хорошему который имело место я сегодня этого не вижу наоборот как это пропаганда 1 идет понимать и лично ваше отношение это больше позитивные или негативные я считаю что опять же надо быть объективными для нашего региона очень много было позитива для прибалтов это был минус потому что на момент аннексии вхождения советский союз у них уже была частная собственность не было буржуазия у них были заводы понимаете все с разных позиций входили туда поэтому они до последнего были против они первыми собирались выйти в литве началось чего захвата там до телебашни там целый год были переговоры попытки как-то все это решить и девяностом году кстати был принят закон советского союза о выходе из состава только в девяностом году приняли хотя в конституции это право было закоплено почему потому что прибалтика настояла сказала давайте мы хотим выйти но это как карточный дом домик дальше пошло вы знаете мне что нравится была потрясающая работа тимура абуладзе называется покаяние вот покаяние это самый лучший фильм на мой взгляд который создался целью дать оценку советскому союзу там они как раз показали со времен сталинских репрессий до современного дня как в жизни разных поколений до советский союз сформировал вообще как бы судьбу людей как они пытались наказывать инакомыслящих как будущее советская элита которая выросла из нквд-шников которые расстреливали своими руками предыдущую или туда интеллектуальную как они воспринимают историю никак просто не воспринимать и отрицать очень интересный фильм но там потрясающий был в конце такой момент как они показали людей которые были убиты во время репрессий там главная героиня своей дочка идет на лесоповал там привезли бревна бревна привезли из сибири и бегают люди около этих бревен они так уложены много много бревен из сибири какие-то из них уже стали стружками то есть это кого убили в сибири остальные значит те кто вернулся с пересылок то вернулся с лагерей это одна женщина увидела одно из бревен на котором написано было именно грузинском то грузинский автор грузинский фильм она плакала около него такой был тяжелый момент то есть он так метафорически показал вообще репрессии их отражение на жизни людей ведь людям советское время было даже страшно признаваться что у них в семье был кто-то кто был изменник родины вот у меня такого в семье например не было но я знаю что настолько тубуирована была тема что люди просто переставали общаться с родственниками меняли фамилии имена переезжали в новые места только чтобы ни в коем случае никто не мог подумать что кто-то у кого-то был но эти люди могли быть просто интеллигентами учителями врачами в дело врачей было в ленинграде да просто взяли скопом цвет медицины и выслали оттуда понимаете разве они изменники родина не просто образованные врачи то есть пока мы не переварим себе пока мы не поймем сами какое должно отношение общества к этим вопросам и так будем спорить а вот парад а вот война а вот ленточки вообще не о том говорят давайте посмотрим на другие вещи была ли возможность сегодня в районах узбекистана иметь хотя бы свет наверное нет советское время огромные деньги выделялись они это делали потому что верили что уровень жизни на селе и в городе не должен сильно отличаться это вопрос идеологии тоже да витаминчики замеры грудной клеточки рост оздоровление лагерях санаторий почему детских садах конечно питание детских садах потому что даже в то время может быть дома не было такого питания там детей делали здоровыми это было это нужно всегда помнить развитие истории искусства сколько было книг выпущено советское время археологических исторических культурологических это просто невероятно но вместе с тем за три дня в тридцать восьмом году 500 с лишним деятелей искусства культуры были расстреляны но то есть вы считаете что таким способом достигать этого было нельзя до человеческая жизнь самое главное в одном из своих последних постов вы рассказали про мастера кровельщика заира который 8 марта организовал жене праздничный ужин а потом повесился у него осталась вдова и 11-летняя дочь история его такова что он несколько лет работал в россии скопил какие-то средства взял машину потом из-за неправильного финансового управления сколько я понял его обманули и он не нашел другого решения как повеситься вы заявили тогда про абсолютное машинное рабство и отсутствие автокредитов и депрессии которую общество не обсуждает как вы думаете как долго у нас в обществе будут сохраняться вот такая жизненная установка что у каждого должно быть дом и машина прежде всего очень правильно отметить мне кажется проблема в том что у нас у людей такое есть понятие социальной инженерии это когда вот это взращивается культивируется у нас получилось так что культивируется обладание почему я говорю белый кобальт потому что абсолютно у всех цеховиков мелких мастеров именно белый кобальт не джентра не лассете белый кобальт такой вот стандарт жизнь удалась не молебу нет не молебу и люди кладут жизнь да за металл как говорится и получается что во первых конечно вопрос установок в обществе ценностей которая к сожалению не всегда на мой взгляд отражает богатый духовный мир а скорее просто какое-то рабское следование тому что навязывает общество но здесь второй такой момент пока у нас такая огромная неформальная экономика пока у человека нету бумажки о легальном получении дохода ни один банк ему автокредит не даст принципе любой кредит и что мы сегодня наблюдаем в узбекистане по всем фронтам не только на машины на основе расписок шариатских расписок просто идут к муле и берут один другом и передают деньги да огромное количество людей друг с другом вступают в отношения которые ничем не потреплены и в случае нарушения договоренностей остается только уповать на совести это неправильно от разговора об институтах управления о которых мы говорили раньше должно быть все формализовано есть банковский сектор есть финансовые услуги если мы видим что сегодняшние критерии которые есть невозможно применять большинству населения меняйте критерии что-то нужно делать понимаете с этим потому что иначе получается что люди все больше и больше просто у кого-то берут деньги документы не оформлять в его случае было так то есть он заплатил деньги он взял машину когда на вторичном рынке цены на машину выросли хозяин машины отозвал машину и перепродал дороже все не говорит ли это скорее об обратной ситуации что у нашего общества такие ценности да у общества в целом я же с чего я начала мне кажется этот культ машин культ обладания чем-то таким что общество кстати такой очень интересный момент и я разговаривала с его вдовой она приехала в ташкент на один день потому что у него еще был долг перед на чужое имя взят долг в банке 15 миллионов собрали деньги пошла заплатила этот кредит тоже закрыли она сказала что за два дня до своей смерти он не жаловался что в кишлаке где они живут тонк-отар кишлак бахмальский район джазахская область какой-то богатый человек перед всем посмеялся над ним сказала ты вчера ездил на машине сегодня пешком дико да ты ташкента для города для нас с вами по ее словам для него это было тоже огромным ударом моральным до такой степени что он стеснялся выйти на поминки к соседям кишлаке потому что пешком он не мог они все его видели уже на машине показывают вообще что в обществе настолько другие совершенно ценности кишлаки два параллельных мира пока мы здесь говорим какое-то гендерное равенство там люди живут по другим канонам другими ценностями и разрыв все больше и больше что государство может сделать чтобы изменить это если захочет создавать средний класс и сокращать разрыв а это только инфраструктура то нужно просто тупо выделять деньги из того что зарабатывает государство на золоте на газе на уране государственном бюджете может быть 100 статей а может быть 2000 детализации до бюджет чтобы понимали у нас очень много денег никак не отражено в государственном бюджете в этом большая проблема то есть те деньги которые сегодня узбекистан получает с экспорта газа золото урана и всего остального все ископаемые должны по идее в идеале отражаться в государственном бюджете прозрачно и из этих денег которые узбекистан зарабатывает а это очень большие деньги должны идти инфраструктурные проекты в регионах например план на этот год 21 год провести 750 километров до водопровода для подвоза питьевой воды непосредственно там в поселении раз-два-три-четыре такой-то области чтобы понимали вот на каждый год план по газификации по электрификации по обеспечению питьевой водой вот тогда через 20 лет уровень в селах не будет настолько сильно отличаться того что есть сегодня много ездить насколько я понял по областям что-то сейчас меняется инфраструктурно там да я задаю этот же вопрос людям и что я слышу в ответ что за последние пару лет ситуация улучшилась с электроэнергией то есть в областях стало меньше перебоев это связано я думаю в том числе с тем что запускаются новые тез и у людей как бы возникает более стабильные источники электроэнергии и это отрадно но я не слышу о том что какие-то были изменения по питьевой воде а газа вообще нет газа просто нет поэтому учитывая что базовые функции государства это коммунальное образование здравоохранение все все остальное во всех странах может делать частный сектор без проблем ну вот мы возвращаемся к начальной части интервью я считаю что ваши слова это подтверждают что сейчас нельзя давать людям ничего решать самим в том числе и образование понимаете у людей сейчас другие приоритеты на самом деле может быть нам нужно пройти этот этап и потом уже выходить на уровень образный финляндии вам так не кажется ну вот давайте я сейчас буду говорить с точки зрения институциональной да как будут реформы в системе образования смотрите то же самое садык сафаев в нашем недавнем интервью он сказал что про то что люди не могут заниматься бюджетами то есть у них нет для этого знаний формировать бюджет региональный мне кажется здесь та же самая ситуация почему люди не готовы нет и я не согласна с этим что значит люди не готовы спрашивают у людей вот вы хотите чтобы мы на эти деньги купили 25 малибу для хакимиата или давайте на эти деньги мы построим дорогу из пункта а пункта б чтобы рожениц быстрее привозили в родильное отделение в единственной районной больнице люди не смогут сказать что им важнее в такие моменты да но там немножко мне кажется иные расчеты идут нет формирование бюджета как такового что такое формирование бюджета везде это одно и то же мы хотим чтобы финансировалось а b c d а вот ей финансировать не надо это деньги налогоплательщиков мы решаем вот и все вот все что нужно знать про формирование бюджета ничего сложного там нет монополий одна из ваших любимых тем я уверен самое самое ли вы топите за отмену монополию завтра давайте попробуем оценить плюсы и минусы этого решения объективно как мы с вами общаемся сторонники сохранения монополии атаки таковы имеются в сожалению моему лично достаточно большом количестве утверждают что снижение или отмена пошлин это банкротство завода где работают 10-15 там тысяч человек по каким-то оценкам не считая смежных отраслей таких как там отток валюты из-за импорта авто процентов промышленного развития страны и так далее какие плюсы снижения пошли вы можете сейчас вот перечислить ну это огромная борьба с коррупцией это просто сразу вот схема которая упала с введением конвертации в стране повторится такой же будет сокрушительный шум и грохот от развала другой коррупционной огромной системы это просто будет здорово это будет победа здравого смысла и нового узбекистана настолько ли у завтра гигантский пласт нашей экономики недавно был был материал когда рассматривались сколько налогов платит разная отрасль у завтра даже нет 15 первых 15 мне кажется мы сейчас сравниваем то что они не платят налоги это вообще отдельная тема они платят мало я приехала вот сюда к вам навстречу кирилл на авто hyundai а под сиденьем такая плашка стоит сделано в казахстане сарарка написано там в общем какое-то предприятие это я к тому как смешно да вот мы столько лет манили автодержавы в конце концов мы сейчас перепродаем машины которые собраны других странах и мы даже иногда непривенчивым колесом прямо даже с колесами привозим и просто вот пускаем ставим маржу и продаем казаки делают уже то же самое очень активно по огромному количеству машины россияне делают то же самое что же здесь теперь что же теперь переживает ну давайте как бы буду называть вещи своими именами то есть если все что мы сейчас имеем под автомобильным автомобильным потенциалом держава автомобильная промышленный потенциал и так далее то есть перепродавать закупаемый за рубежом машина то я не вижу смысла потому что купить напрямую будет намного дешевле людям просто достаточно ввести сниженные пошлины и пусть покупают как хотят и платят в казну свои пошлины но не сто процентов а например 20 10 30 почему государство никак не решается на этот революционный шаг не знаю надо спросить государства депутаты выяснили что информация о льготах по пошлинам и акцизам у за автоматрос и джизакского автозавода является секретной может ли быть секрет информация о компаниях хотя не а о если доля государством составляет сто процентов вы ответили на свой вопрос конечно нет конечно нет информации нужно было первую очередь показать разглашать когда мы говорим про ценообразование то есть ценообразование оно является в данном случае закрытым то есть люди не понимают из чего формируется стоимость а к тому же вот по моему на днях да подняли стоимость машина 5 буквально вчера ли позавчера объявили очередное поднятие цен основание чего еще один вопрос который меня очень сильно интересует всегда но у сего же есть свои корни как правило проблема того же был у завтра существует достаточно давно однако все началось по сути зимой недавно когда активисты и блогеры активно заговорили о том как это плохо почему так внезапно вам не кажется что это какой-то я не знаю где-то просто разрешили как бы злить у завтра мне кажется просто благодаря благодаря подвижкам которые случились после смены власти в шестнадцатом году все-таки люди научились потихонечку выражать свое недовольство мнение параллельно другом я сейчас приведу вам пример онкология детская проблема была всегда но заговорили они систематически только после создания фонда с гуамаль потому что это работа любой не государственной организации да то есть это же не так что разрешили говорить про онкологии нет просто люди устали может быть да смотреть на это как на норму здесь тоже то есть ну была машина норма она все еще считается норма потому что есть учебник конституции ты открываешь первая картинка которая там есть наши ценности это машина понимаете когда завод был создан в девяносто шестом году девяносто шестом году когда он был создан мы писали сочинение в школе я помню я была школьницей что мы 27 автомобильная держава в мире это был на тот момент очень большой прорыв на территории бывшего союза на фоне закрытия топочи всего остального вот у нас есть завод следующий шаг был тоже правильные для обеспечения научной интеллектуальной подпитки работ этого завода есть у нас туринский университет политехнический тоже все правильно продумали то что вот будет какая-то эти связь академических да вот этих учреждений с производства но вопрос же в чем в непрозрачности где закупаются и по какой цене вот эти самые комплектующие какая конкретно в процентах маржа от стоимости сидит внутри ну какая прозрачность какие компании это все получается продают кому продают по как то есть опять же вот если бы эти все вещи были бы более понятны и обычным гражданам мне кажется люди бы не возмущались а так им приходится всю жизнь копить на эти машины перейди через границу за эти же центры может купить и лексус они вынуждены мириться с очень убогим этим рядом этих машин до линейкой платить за них гораздо больше чем они платили бы в другой стране в россии эти же машины этого же завода покупаются намного дешевле они все это видят понимают анализируют и конечно это влияет на уровень жизни людей почему это не меняется другой вопрос все же все прекрасно понимают поскольку я понимаю я надеюсь я очень хочу верить что в преддверии новых выборов будет принято решение по снижению импортных пошлин на иностранные авто ну а как же все эти люди которые возможно останутся без работы почему сейчас это была ловушка он и сработал я не говорю закрыть завод я говорю всего лишь снизить импортные пошлины пусть завод работает эти самые несчастные десять тысяч человек что ровно одна двадцатая одного района Сергей Ли в котором 200 тысяч людей живет жили до переезда туда огромное количество людей то есть еще меньше я не говорю закрыть завод я говорю всего лишь создать конкурентную среду в которой будет иметь возможность завоза авто лучшего качества по более низкой цене вы же сами понимаете что никто не будет покупать нашу машину как бы это ни звучало окей будет но не в таких количествах бюджет решится лишится определенной статьи доходов мне просто очень жаль что страна с таким огромным потенциалом вынуждена быть в заложниках у производства которое фактически никому не нужно с политикой открытости и свободы слова в Узбекистане с 2016 года она начала пробуждаться блогеры стали очень популярными темы стали все более запретнее и запретнее открытыми например наш проект который тоже по сути родился под счастливой звездой но за последний год мы видим попытки немного усмирить все-таки пыл общественности закон о призывах к массовым беспорядкам ответственность за распространение ложной информации препятствования к регистрации независимых партий но почему так как вы думаете власть боится повторения сценария Киргизии или Беларуси или вообще стоит ли власти бояться как вы думаете я не знаю какая причина нужно наверное будет в чем может обернуться для государства вот отъем скажем дарования свободы слова мне кажется во первых здесь даже не сколько Кыргызстан и Россия Беларусь сколько может быть опыт России наверное потому что мы сейчас пытаемся повторить то что сделали они я вот прям движут такие параллели мне так кажется то есть по поводу закона о массовых там собраниях и так далее призывах к массовым беспорядкам призывах к массовым беспорядкам мне кажется это не Беларусь это больше мне кажется российский опыт вот и если это так то возможно попытка избежать того что было в России потому что на самом деле очень много людей вышли я просто считаю что мы в этом плане зря боимся потому что у нас в Узбекистане все-таки общество да, она может быть сейчас готова какие-то проблемы обсуждать, но я не представляю, чтобы у нас люди вышли и стали как-то более активно свою позицию отстаивать. Я просто не вижу для этого оснований. Во-первых. И во-вторых, может быть, как женщина, я считаю, что надо может быть не с позиции силы к этому относиться. Я поэтому как раз в одном из своих постов дала предложение. Надо делать те вещи, которые людям понравятся и просто убирать саму причину, почему может быть недовольство. То есть делать реформы, которые отражаются на уровне жизни людей. Не надо будет тогда никого нанимать, переплачивать, чтобы люди защищали сооружие. Абъективно. Сейчас все-таки в стране есть определенная реформа. Есть удачная реформа. Люди все равно недовольны. И становятся недовольны с каждым месяцем все больше. Это вопрос, мне кажется, того, что... Например, о каких именно сейчас вы поговорите? Где недовольны люди? Ну, мы возвращаемся к началу нашего разговора, что люди всегда всем недовольны. Какие реформы были сделаны, которые люди увидели и все еще остались недовольны? Та же самая свободу слова. Окей, может быть, она не... Люди довольны. Свобода слова – это не реформа. Свобода слова – это приоткрыли шлюзы определенные, которые, я считаю, и сыграли, почему Узбекистан так стал позитивно всеми... Восприниматься. Да, восприниматься, потому что это был наиболее явный такой вот прорыв, что люди стали более-менее безбоязненно говорить. Я даже как бы сейчас скажу вот о себе. Я очень открыто высказываю свою позицию. Что я получила в ответ? Ну, это запрет на гостелевидение. Вот негласные есть правила, по которым я хочу, чтобы об этом было сказано, потому что люди должны эти вещи знать. Но у меня есть запрет на показ на гостелевидение, потому что мне об этом сказали разные люди. У вас показывают по частным телеканалам? Зачем вам гостелевидение? Ну, да, частные, кстати. Но при этом есть частные, намного интереснее, у которых гораздо больше охват, которые без проблем показывают. И, кстати, спасибо частным каналам, они реально крутые, молодцы. Но были ли у меня там проблемы, чтобы мне там кто-то угрожал? Нет, такого не было. То есть давайте будем объективными. Сдвиги есть. Отмена хлопка того же самого. Есть все равно сдвиги, которые, мне кажется, необратимы, я надеюсь. Иначе будет очень печально для всех нас понимать, что даже это отмотали обратно. Но вместе с тем я бы не хотел, чтобы мы копировали опыт России. Вот в этом плане нам нужен свой путь. Лик Ван Ю сказал, что есть государство деревья, есть государство лианы, которым постоянно нужен какое-то дерево рядом. Как вы думаете, мы можем стать деревом? Да, мы можем стать деревом для всей Центральной Азии. И на нас смотрят, как на, понимаете, вот главную движущую силу, как на... С точки зрения истории, культуры. Это такая душа Центральной Азии. Я сколько езжу по работе, особенно до пандемии, люди с таким восторгом говорят о новом президенте. Мне даже кажется, вот рейтинг там гораздо даже выше, чем здесь. Почему? Потому что они... Здесь тоже высокие, как не на Фейсбуке. Они видят, они видят, как при нем наладились отношения. Реально стало очень много теплоты. Он прекрасно говорит. Он очень обаятельный. То есть мне кажется, что мы недооцениваем... Совершенно согласен с вами, искренне. ...себя. И нам нужно вообще переформатироваться. И я знаю, что это может быть сейчас воспринято как-то, ну, не очень правильно, но я верю, что будущее не будьте лианы у большого северного дерева, быть деревом здесь, в Центральной Азии, и сделать всех остальных вокруг себя сплоченными, едиными, с одним общим рынком. Это же невозможно геополитически. Как это невозможно? Это все возможно. У нас в регионе есть все. У нас сельское хозяйство. В Казахстане земли. В Туркмении есть газ, который нам очень нужен, и мы должны его импортировать как можно дешевле. У Кыргызстана есть вода. Нам ничего не надо. В Таджикистане тоже есть вода. То есть мы все взаимодополняемые. Рабочая сила может работать в Казахстане. В Туркменистане... В Денисе мы прекрасны, а вместе ЕАЭС, как говорится. Нет, нет, нет. Это не ЕАЭС. Так оно и получается. Это то, что инициировали в свое время в 90-м году, еще в том числе и Каринов, это союз Центрально-Азиатских государств. ОЦАС. Была такая организация. Аккурат до одежжанских событий была. Мы тоже возвращаемся к моему легкому неудовольствию, к Андрею Садыком Сафаевым. Не можем без России, он сказал. Исторически так сложилось. Мы не сможем сами. Не сможем с соседями сами находить общий язык. Вот на таких вопросах. Мне кажется, это мнение, которое имеет право на жизнь, это, мне кажется, поколенческая разница. Это возрастной. Потому что все-таки его поколения, они все выросли вот в таком статусе. Ляна, Ляна, Ляна. А вот мое поколение, я 82-го года, я абсолютно самодостаточная. Я считаю, что мне проще вот так вот сесть в кружок с кыргызом, таджиком, трукменом и казахом и все вопросы решить. Мне никто понукающий не нужен. Мы все говорим на английском, все говорим на русском, мы все говорим на своих языках. Мы путешествовали, видели мир. Зачем нам кто-то еще сверху? Старший. Сестра или брат. Но дружить нужно со всеми, другой вопрос. То есть необходимо выстраивать отношения со всеми региональными и супердержавами, большими, малыми. С Китаем, с США, с Европой, с Россией, с Турцией. Со всеми нужно работать, со всеми. Но так сложилось, что исторически здесь уже был один регион, который разделили в 2024 году фактически. Почему бы не попробовать создавать хотя бы на уровне народной дипломатии обычных граждан? Не было один регион. Обмены. Ну как? Ну Туркестан, что это было? Здесь все были разные культуры и национальности. Ну не культуры, но разные племена. Они не могли даже с собой договориться. Я говорю о другом, что вот к моменту создания Советского Союза уже был Туркестан, в котором не было границ между государствами. Как Аканская хаста, она себя выбирала половина Кыргызстана, например, и в Сиферганскую долину, плюс Ташкент. Другое было деление. Но в принципе люди между собой общались, говорили на одном языке тюрки, переводчики были не нужны, все понимали друг друга прекрасно. То есть была общая ментальность, так или иначе. И потом, когда уже пошло разделение, каждый пошел своей даром. Но вопрос в другом. Как лучше, одним или с кем-то? С кем-то. Если с кем-то, как лучше? Лиана, вот к вашей же как раз-таки аллегории, да, возвращаясь. Это ликванью. К ликванью. Лиана или дерево? Конечно, дерево. Потому что если мы сейчас официально расписываемся в том, что мы должны всегда быть просто сателлитом, я боюсь, что мы недооцениваем себя. И даже если сейчас, возможно, какие-то есть объективные причины, почему так или иначе все идет, у этого тоже есть свои плюсы. Я, например, страшно переживаю, что я не хочу, чтобы была ток русскоязычник из Узбекистана. Потому что я прекрасно отдаю себе отчет, что специалисты, капитал человеческий, мультикультурализм, это все завязано с тем, чтобы здесь присутствовали абсолютно разные этнические группы, чтобы мы все могли сделать максимально удобно для всех категорий населения. Я против национализма, я против шовинизма. Вместе с тем я вижу, что у нас не до конца раскрыт потенциал интеграции в регионе. И если государство по тем или иным причинам пока этого сделать не может, например, если я не ошибаюсь, мы не можем регулярно проводить саммиты глав стран Центральной Азии. Это вызывает какую-то реакцию. Давайте на уровень народов. Сейчас, к сожалению, в нашем обществе насаждаются как раз-таки шовинистические страны. Вам так не кажется? Такая тонкая, опасная тема, но почему-то это так. Прекрасно быть прекрасно быть узбеком в Узбекистане. Если уж на то пошло. Но почему мы должны противопоставлять себя другим национальностям? Это очень сложный вопрос, мне кажется. Я не понимаю. Ваши слова в самом начале нужно определиться, куда мы идем и как. Вот это вот из той категории вопрос. Какое общество мы строим? На каких ценностях? Что мы ставим как общий знаменатель у людей? Язык ли это? Религия ли это? Или какие-то другие ценности? Это же все в воздухе висит непроговоренное. Поговорим еще немного про язык. Очень интересная тема. Ваша цитата. Из-за отсутствия элементарного книжного фонда мы столько лет систематически выращивали идиотов. Вам не угрожали за этой фразой? Не было ли каких-то? Я имела в виду, что при переходе на латинскую графику тогда надо было перевести огромное количество книг, хотя бы классики, на латинскую графику. Чего не было сделано. Абсолютно. И детям было очень тяжело учиться. Я представляю, насколько система сделала их неграмотными только потому, что у них не было на руках необходимой литературы. Кириллюцы они не понимали уже. Но это чья была ошибка? Разве не государство? В большей степени, конечно. Снова Ли Куан Ю, который сказал чудесную цитату. Все должны учить английский, а родной язык должен стать для вас вторым. Без этого нельзя наладить отношения с международными корпорациями. Если бы я знал только малайский, я бы остался нищим. Это он сказал в интервью Forbes в 2010 году. Судя по всему, мы учим только узбекский. О чем это может говорить в стратегическом плане? Не, 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 я с ним согласна. Наоборот, по статистике, количество русскоязычных школьников сегодня в Ташкенте даже больше, чем тех, кто обучается на узбекском. Огромный запрос на обучение в русских школах. Не только в Ташкенте, но и в областях. В школах сокращается количество русского языка? Нет, нет, нет. Количество русскоязычных школ, оно может быть меньше. Количество учеников в этих школах, оно больше, потому что все отдают сейчас в русские школы. Сокращается количество уроков русского языка А если русская школа сама по себе, там все на русском языке. Количество русских детей в русских школах переполнено. Не только в Ташкенте, в областях русских школ. Нет в областях русских школ. Есть, есть, это русские классы в узбекских школах, и количество растет. Спрос колоссально на русский язык. Это связано с тем, что люди стали связаны с Россией, как мигранты трудовые на русском языке и прочее на эти работы. Сейчас семья, в которой папа с мамой дома говорят только на узбекском, нередко дают ребенку своего в русскую школу. Что не всегда бывает хорошо для ребенка, потому что у него стресс первое время. Но это тенденция. Это очень интересный стресс. По всех никто не говорит по-русски практически. Более того, многие даже не понимают. Они отдают в русские школы сейчас. Это очень интересный тренд, который требуется изучить. Но у нас социологов же нет. Социологи как науку закрыли. Нет социологов. Эти вещи нужно сейчас изучать. С какого времени пошел всплеск на русский язык? Что потом дети с этим русским языком делают? Куда они поступают? Куда они уезжают? Это нужно анализировать. Но у нас убили политологию, социологию. Психологию. Еще один интересный момент касаемо узбекского языка. Большая часть ваших выступлений и постов на русском языке. Пока вовсю продвигается идея узбекский самый главный, вас, собственно, обвиняют в том, что вы публичное лицо и говорить по-русски. Как вы к этому относитесь? Нормально, философски. Я училась в русской школе. Я жила за пределами Узбекистана до 9 лет. Я жила в Москве 3 года и 5 лет в Киеве. Ходила в школу в Киеве. Так получилось, что родители там работали. Еще в советское время. Естественно, я как продукт русской школы, 50-й школы, чему я очень благодарна, я вот такая, какая я есть. То есть я могу в быту говорить на узбекском, но я не могу писать на узбекском, по крайней мере, так, как я хотела бы. И поэтому русский язык гораздо более живой, органичный для меня, и я пишу на русском. Как вы относитесь к разговору о придании государственной автации другим языкам вообще в целом? Можем ли мы представить, что... Я не говорю по-русски. Может быть, английский будет у нас когда-нибудь вторым государственным? Не знаю. Мне кажется, это тоже такой, знаете, политизированный вопрос, причем на пустом месте политизированный. Я не знаю, потому что я увидела статью в Ленту.ру вчера и позавчера про Казахстан, где очень резко подняли вопрос русского языка в Казахстане. Обвинили в национализме. Было очень неприятно это читать, понимаете? То есть я вижу, что это не просто язык, это же не разговор про язык. Это разговор про... Про политику. И вот это мне немножко коробит. Потому что сам язык, он прекрасен. И я читаю, что русский язык открывает те двери, которые узбекский не открывает, я имею в виду к литературе, к знанию. Но то, как сегодня ставится этот вопрос в республиках бывшего Союза, особенно в Центральной Азии, ну, он как бы отталкивает. Я не уверена, что... Ну, как у нас говорят, что язык это, собственно, влияние. Будет турецкий, будет турецкое влияние. Будет русский, будет российское. Будет английский, будет американское, скажем так. И поэтому мы пытаемся учить население, прежде всего, узбекскому языку. Узбекский язык – это отсутствие учебников, отсутствие переводов, классиков. Это отсутствие контента в YouTube, на ТВ и так далее, так далее. Потреблять сейчас только узбекский язык, даже на том же самом YouTube, это ужасно. Это ужасно. Можно я оставлю без ответа к вопросу? В начале марта вам и еще 13 девушкам вручили награду Узбеки Майоли. Скажите, что это за награда и за что ее вручали? Вручали активным женщинам с активной гражданской позицией, которые в разных сферах себя реализовывают, и вручали это под эгидой Мели. Телегонова? Да. Азиза, вот пример того, что женщина может быть успешной в работе и в семье – это вы. Глядя на вас, нет ощущения, что женщинам в Узбеке чего-то не додают или в чем-то мешают. Почему такая тенденция не наблюдается по всей стране? И кто мешает девушкам реализовываться в обществе при большом-то желании? Не все ли зависит все-таки от самого человека? Вам так не кажется? Мне кажется, определенно есть культурные традиции, установки в семье, которые не позволяют девушке делать то, что она хочет. Получать профессию, которую она хочет. Выходить замуж за кого считает нужным. Это все, видимо, усугубляет. У нас очень традиционные семьи, очень патриархальные. У девушек у самих не хватает силы воли, может быть? Ну, почему? Это может быть и влияние мужчин в семье, а может быть и женщин тоже, в которой она растет. Если с детства ее воспитывают в духе того, что она должна быть только хранительницей очага, ей тяжело, мне кажется, это изменить. И вот в советское время, кстати, модернизационный проект СССР, это было раскрепощение женщин Востока. Очень такой яркий пример, когда женщину от казанов оторвали и сказали, так, теперь ты будешь учиться, а потом будешь работать. Потом продвигали по партийной линии еще. То есть это стоило огромных ресурсов в государстве. Они это сделали. Сейчас таких усилий никто не предлагает. Начали говорить об этом, за что большое спасибо. Это хорошо, но это только первый шаг. Из определенной реформы в охранные ордеры, шелтеры, телефон доверия, социальная защита, назначение женщин, хакимов, депутаты, ответственность, уголовная ответственность за необоснованное увольнение беременных и другие, и другие. Как вы оцениваете эти реформы? Все-таки они же есть. Ну, я думаю, что здорово, что это все было принято. Давайте посмотрим, как это все будет работать. Я думаю, что еще рано давать оценку. Рано? Да, еще рано. Ну, даже ордеры только там буквально начали год назад. То есть давайте посмотрим вот за год, да, обзор. Сколько был ордер выдано? Были ли они нарушены кем-то? Какие были последствия в семье? Что к чему это привело? То есть я думаю, что нужно всегда обобщать и делать какой-то анализ. Я пока считаю, что рановато радоваться или критиковать. Но я доверяю в этом вопросе Ирине Матвиенко, потому что я очень уважаю ее работу в проекте «Не молчи». Ирина говорит, что пока сдвигов мало. И если это так, то надо работать лучше над правоприменением. То есть, да, документ принят, но как он работает в жизни, это требует отдельных усилий. Ирина Матвиенко, кстати, вот пример именно активной гражданской позиции, да, по самом деле? Да. Ее можно только уважать за это. Конечно, конечно. Ее называют ярой феминисткой. А вы феминистка? Феминизм, по словарю толковому, это попытка отстоять для женщин равные права с мужчинами. Да. В этом контексте я считаю себя феминисткой, наверное, да. Нужен ли вообще феминизм Узбекистану? То есть подлежит ли наша... У нас же по Конституции прописано, что мужчины и женщины равны. Получается, что, да, наверное, феминизм – это отстаивание равных прав и возможностей. Конституция – это прекрасно, но у нас есть общество патриархальное, которое очень резко против вот этого всего. Нет, понимаете, вот феминизм просто очень часто передергивают. Есть какой-то абсолютно радикальный, да, там много течений, много видов. Сейчас за рубежом там целая школа возникает вокруг этого. Я скажу так, в этом плане я достаточно консервативно. То есть я за то, чтобы у женщины с мужчиной были равные возможности. Чтобы только потому, что она женщина, ее не дискриминировали. Вот если мы к этому придем, только все в плюсе будут. В том числе в Узбекистане. Возможно ли такое в Узбекистане? Теоретически. В советское время было возможно, что женщины-узбечки стали министрами, возглавляли Верховный суд, работали в Верховном Совете России, да, в Москве тогда. Возможно. Это же было возможно. Президент несколько раз заявлял, что там, где женщина, там меньше коррупции, там больше общения с народом. Здорово. Вы согласны с этим утверждением? Конечно, конечно. Есть ли какие-то исследования по этому поводу? Исследования бывают, я знаю, что делали в Европе, по-моему, и в Германии. Это исследования по поводу женщин, что они разрывают кольцо коррупции. Не всегда. Это тоже как бы обобщение, которое ни к чему хорошему не приводит. Но есть исследования, потому что женщины, получается, то есть с мужчинами можно договориться в сауне, с женщиной в сауне не договоришь, она просто в сауне не пойдет с тобой, да, и пить тоже с тобой не будет. Вот. И женщины, они меньше склонны к риску из-за детей, из-за ответственности. То есть любые коррупционные большие схемы – это риск. Мужчина идет на риск, женщина реже. Вот с этих позиций считается, что как бы да, женщина... Ну, разные есть примеры. Я уверена, что бывает огромное количество женщин и коррупционеров тоже. Ну, мы знаем такие примеры. Ну, вот, поэтому как бы здесь, мне кажется... Он правильно говорит, абсолютно с ним согласна, но насколько это задокументировано кем-то, я не знаю. Недавно в Узбекистане создали Республиканский общественный женский совет, который возглавила глава Сената Танзелика Амаловна Нарбаева. Еще обсуждается создание агентства по делам женщин. Нужны ли эти организации в Узбекистане? Нет, не нужны, я считаю. Почему? Кто будет заниматься вопросами женщин? Не нужно заниматься вопросами половины населения. По этой же причине в свое время был упразднен женский комитет. Такая советская машина, которая уже 80 с лишним лет, да, то есть под новым названием. И упразднили в свое время. Сейчас получается реинкарнация той же самой структуры. Не знаю, мне кажется, что положение женщин на самом деле улучшается не в Ташкенте, а пока женщина сама ходит, собирает хорст, готовит на улице, на дровах, в лучшем случае, делает кизяки, да, вот эти вот тапы, чтобы обогреваться, купается раз в две недели. Как говорил Ленин, быт определяет сознание. Я не знаю, о чем вообще можно говорить. Давайте лучше эти деньги все бросим на развитие инфраструктуры в областях, чтобы она получила базовые человеческие условия для жизни. Тогда женщина перестанет бросаться под поезд. Тогда женщина не будет топиться, как в Мадижанской области три года тому назад. Не будет выбрасывать ребенка в общественном туалете в Самарканде. То есть давайте смотреть первопричину. Причина в том, что у женщины не было возможности и все 90-е годы, и 2000-е получать нормальное образование, иметь дома бытовые условия, которые были бы достаточны для человека. Ни вы, ни я там бы жить не смогли точно. Понимаете, они живут всю жизнь. И для них это норма. И третье, на что бы я уделила внимание, это женщинам в кризисной ситуации необходимо помогать. Создавать нормальные шелтеры. Здесь огромный опыт есть у Бибисоры Ариповой. Это герой, который просто... Кстати, поскольку я знаю, никогда никаких орденов не давали, не наград. Только там на уровне области ее знают, уважают и все. То есть давайте позовем эту женщину. Скажем ей, Бибисорапа, научите делать нормальный шелтер. Дадим ей денег, полмиллиарда. Скажем, помогите создать три шелтера. Дайте свой опыт. Сами стоите во главе, научите. И помогите минимум трехстам женщинам в течение года. Вот в эту сумму, да, вот конкретика. На выходе у тебя готовы три шелтера, работающие по республике. Как гораздо больше было бы пользы. Потому что люди бы звонили, они бы получали необходимую помощь. И она пассионария. Это женщина, которой, опять же, никто никогда не наградил ни одной награды. Но она достойная. В этом совете таких, как она, нет уже. А кто там? Не знаю. Я не знаю, кто там. А уверен, там тоже много достойных людей. Но герои незамеченные. Герои незамеченные. В ноябре вы вошли в состав наблюдательного совета Узбекистан Airports. Ваша цитата. Как независимый директор, буду работать в составе совета. Предложу профильные комитеты для наладки механизма, для стратегических решений. До этого вы часто критиковали Узбекистан Airways и Airports. Но в последнее время критика поубавилась, несмотря на растущие цены монопольного авиаперевозчика. Это как-то связано с тем, что вы стали членом моего совета? Во-первых, я хотела бы здесь сразу провести водоразделы между компанией Узбекистан Airways и Узбекистан Airports. Многие путают. Я в НАП-совете компании Узбекистан Airports. Это организация, которая вбирает в себя 11 аэропортов республики. Ташкент плюс 10 областных. Это не компания-авиаперевозчик. Я не имею никакого отношения к тому, что происходит внутри компании Узбекистан Airways. Включается новую политику. Потому что я с ней не согласна. И я, когда мне предложили войти туда в НАП-совет, я отказалась. Я решила, что лучше быть в Узбекистан Airports. То есть наша задача развивать воздушную гавань по всех областях, в которых есть аэропорты, и привлекать новых перевозчиков, сделать аэропорты активными, живыми, конкурентоспособными. Сейчас разрабатывается бизнес-стратегия для компании Узбекистан Airports. Планируются встречи. Будет очень много изменений, о которых я пока неуполномочена говорить. Для этого есть новое руководство, которое приступило к этой работе. Очень, мне кажется, позитивным шагом стало то, что приехала Жураева Рано-Фронзовна возглавлять компанию в Узбекистан Airports. Я думаю, что под ее руководством нам совет и компания смогут очень много хорошего, полезного сделать. В ближайшее время вы узнаете, какие именно будут сделаны нововведения. В ближайшее время это сколько? Я думаю, в ближайший месяц. Вы ранее отмечали, что транспортная сфера остается одной из самых больных и парализованных отраслей в нашей стране. Если не ошибаюсь, вы консультировали или как-то работали с Лером Ганевым, когда он возглавлял Минтранс? Или это неверная информация? Нет, я с ним не работала. Мы работали на сознании Минтранса. Наша компания, у нас был контракт по подготовке как раз-таки о предложении правительству, когда еще не было Минтранса, и мы сделали изучение. Я была в рабочей группе по указу президента, вернее, по распоряжению президента. Мы были в рабочей, я лично была в рабочей группе, мы изучали состояние дела на 2018 год. Потом давали предложение. Предложение номер один было создание госрегулятора, которого не было, по транспортной тематике. Мы даже писали функции, задачи для будущего Минтранса. К сожалению, очень многие предложения остались за бортом, но тем не менее. Кстати, вот по поводу предложения. Были анонсированы большие изменения в транспортной и авиационной сферах, но и сказано, выполнена лишь малая часть. Например, не приобретены самолеты малой вместимости, цены на авиатопливо остаются высокими, условия транзита через Убиксан остаются неконкурентоспособными, число авиаперевозчиков не увеличено и так далее. Почему этого не произошло? Я не знаю почему. Мне кажется, что, как вы доказывали до этого, необходимое сохранение автопрома. То есть интерес одного предприятия ставится иногда выше интереса целого сектора экономики. Мне кажется, поэтому. То есть почему-то всегда все рассматривается через то, как это отразится на компании «Хаву Юляра». В Казахстане 8 местных авиакомпаний. В стране с населением 18 миллионов. У нас 34 миллиона населения. Один авиаперевозчик, у которого дреймлайнеры, которые должны отрабатывать себя, летая на расстоянии в 10 часов беспрерывного полета, вместо того, чтобы здесь были небольшие компактные борты, которые могли бы летать фидерными рейсами, привозя людей из Астаны, Алматы, Пешкека, Жигабада ежедневно. А потом отсюда, чтобы они уже летали нашими большими самолетами на дальние расстояния. В США, Германию и так далее. То есть, к сожалению, невзирая на предложения, которые многие дают, решение принимается все-таки, исходя из интересов тех или иных предприятий. В других странах есть для этого решение, называется развивать рынки. То есть Минтранс должен развивать рынок, рынок авиаперевозок. Рынок авиаперевозок, он может означать не одну компанию, а три, пять, шесть. Я бы открыла местные авиакомпании. Разрешила бы людям брать лизинг, борты, привозить и летать. Пока наше общество не готово к этому, судя по всему. Какие реформы в Узбекистане все-таки удались? Мне кажется, не может быть все так плохо. Нет, ну конечно не может быть. Конечно, очень много хороших подвижек. Вообще, в принципе, я оптимист по натуре. Ну, валютное регулирование, однозначно. То, что стало проще, легче. Банки развернулись, наконец-то, к физическим лицам. Раньше никому физлицы были неинтересны. Только обслуживали юридические лица. Явно такой пошел прям вот крен в сторону обслуживания физлиц. С развитием кадетования, с развитием линейки продуктов, да, финансовых услуг для людей. Одно время импорт был облегчен. Такое разнообразие появилось. По-моему, сейчас опять, да, у нас, я слышала, усложняется. Там уже на регулирование. Лично я не заметил разнообразие. А искоренение предназначено труда? Да, 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 да. По крайней мере, детского точно. Насчет взрослого не знаю. Хочется немного добавить позитив в наш сегодняшний разговор. Однозначно. Слушайте, детский труд победили. И эта работа была, кстати, в том числе Танзиль Камалом. Она представляла делегацию от Узбекистана на множестве разных переговоров. Я думаю, это реально была проделана огромная работа. За это большое спасибо. То есть много позитивных сдвигов. Что еще? Ну, развернулось государство лицом. Власть к населению. Гораздо более доступными стали. Вы согласны с тем, что все-таки общество само должно больше развиваться, а не сетовать на плохое управление, плохие законы и так далее? Надо просто вернуться к базовым функциям. Государство должно дать людям газ, свет и воду. Все, это идти в сторону. И люди, которые вырастут в домах, где есть свет, чтобы делать уроки, где есть газ, чтобы греться зимой, а не спать в одной комнате в повалку. Все холодные месяцы в верхней одежде и в шапке. Вода, чтобы купаться каждый день. В этом доме вырастут дети, которые будут ходить в школу, делать уроки, учиться, читать книжки, возможно, поступать в университеты. Будут становиться хорошими специалистами, средним классом, зарабатывать на свою отдельную двушку. Потом, может быть, в кредит брать машину. Вот жизнь налаживаться начнет, когда будут потихонечку формироваться базовые человеческие условия жизни и создаваться средний класс. Больше ничего не надо. Только вот это. Для этого государства нужно сделать газ, свет и воду. Все остальное само сделает общество. Что будет с Узбекистаном через пять лет? Хочется верить, что будет все хорошо, что будет только к лучшему. Я хочу видеть нас лидерами Центральной Азии. Я хочу видеть нас сильными. Не заискивающими, а сильными. Которые могут вести за собой четыре республики в регионе. Которые будут центром культурного, научного, технологического прогресса. Которого будет открытым для всех идей. С упрощенным таможенным регулированием. Чтобы наконец-то сюда могли последние достижения, которые есть, приходить. Чтобы не было втридорого все, что касается товаров народного потребления. Чтобы люди могли себе позволить нормально одеваться, кушать. Хотя бы раз в два года путешествовать. Хотя бы в ближние зарубежья. Я хочу видеть растущий средний класс. Я надеюсь, что это случится. Я очень надеюсь. И то, что нужно для этого, мы должны как граждане тоже делать. А почему вы так замерли, Кирилл? Слушаю вас. Как будто вы не верите. Я верю так, как никто. Кирилл